приветствую всех на канале вот такой гибридный айоник двадцатого года к нам в работу приехал владелец говорит что ему заменили выжимной подшипник потому что была ошибка по гибридной системе и после этого автомобиль начал дергаться при движении при движении на двигатель внутреннего сгорания на электротяге автомобиль едет нормально и автомобиль к нам приехал с просьбой адаптации сцепления но адаптировал сцепление ничего в общем то не поменялось пробег на автомобиле 21 1794 километра и в моторе при этом в коробке никаких ошибок нет в моторе вот такая вот ошибка обнаружили недостаточная скорость потока и г.р. вернее эта ошибка уже другая была сначала 0404 если не ошибаюсь ошибка по неправильной короче говоря у нас не работал ежер часто ошибка появилась после того как я поставил перемычку для того чтобы протестировать что проблема у нас в этом я поставил перемычку на клапан ежер перекрыв полностью воздух и у нас автомобиль перестал дергаться но появилась ошибка обнаружены достаточно скорость потока то есть первоначальная ошибка была немножко другая и но при этом с этой ошибкой автомобиль едет нормально в общем сейчас будем снимать ежер и смотреть что с ним произошло за 21 тысячу километров и почему автомобиль перестал нормально работать автомобиль привезен со штатов и когда меняли выжимной подшипник который был потекший было его очень долго ждали и автомобиль это все время стоял из-за этого возможно закоксовался клапан ежер и общем-то он перестал нормально работать при этом если активировать сам сервопривод клапан ежер он отрабатывает всем случае на звук поэтому сейчас снимем клапан ежера посмотрим что с ним вот где он установлен клапан ежер и вон как раз стоит перемычка которую я туда поставил вырезал из жестяной баклажки и теперь его нужно снять оттуда и вскрыть посмотреть после того как туда обрызгал антикоксом клапан начал полностью закрываться теперь его можно ставить на место обратно и попробуем будет ли у нас на работу или нет основной клапан егр и сейчас можно будет протестировать и посмотреть будет ли у нас ошибки будет ли автомобиль дергаться так пока у нас ошибки есть надо удалить ошибку у нас нет и теперь нужно проехаться посмотреть ну сейчас сейчас никаких пинков при переключении не чувствуется никакие никакой дергания никаких пинков никакого дергания не чувствуется на сейчас в любом случае еще проеду с владельцем автомобиля что он скажет потому что владелец автомобиля катался и принципе знает как себя ведет автомобиль а я могу не почувствовать то что чувство владелец поэтому сейчас проеду с владельцем если все нормально то принцип автомобиль нужно выпускать и еще раз перечитая ошибки в принципе все при повторной диагностике никаких ошибок у нас не появилось а в блоке управления мотором ошибка появлялась сразу кстати проблема по егр на двигателях внутреннего сгорания достаточно частая проблема и она конечно же перекочевала и на гибридные автомобили когда-то давно еще до того как россия хотела за 23 дня захватить украину это примерно два года назад я делал ролик про гибридные тойоты которые к нам привезли и они не запускались и тоже проблемам было с егр но во всех случаях почему-то грешат на гибридную систему вот такой вот был ремонт если кому нравится такой контент по электромобилями гибридом то подпишитесь на канал поставьте колокольчик чтобы не пропустить новое видео и до скорых встреч всем пока кстати если кому интересно у нас в варшаве открылся филиал пока что ремонт исключительно батареек потому что площади пока нету поэтому пока что снятие батареек и ремонт но в будущем планируется ремонт электромобилей гибридов поэтому вот это можно сказать первые автомобили начали приезжать с ремонтом батарейки в данном случае у нас lexus nx 300 аж и здесь перекос по батарейке будем снимать батарейку сейчас и ставить на стенд стенд у нас тоже в варшаве есть поэтому если у кого есть какие-то проблемы с гибридными батарейками можете обращаться я оставлю контакты в описании под видео